Что такое МЧС? Как оказать первую помощь пострадавшему человеку? И какое оборудование используют работники при возникновении чрезвычайных происшествий? На все эти вопросы ответили представители Министерства чрезвычайных ситуаций студентам Хасавертовского педагогического колледжа, которых пригласили для их внештатно-аварийного формирования. Мы проводим это мероприятие с целью того, чтобы их обучить, чтобы они умели на практике пользоваться огнетушителем, пользоваться другими пожарными инвентариями, могли оказать элементарную первую помощь, знали, как реагировать в подобных ситуациях. Придя сюда, они могут на практике изучить некоторые моменты, куда звонить. А звонить следует по номеру 112, номер единой диспетчерской службы. Именно здесь и началось ознакомление студентов с работой Министерства чрезвычайных ситуаций. Далее изучение прошло в отделе предупреждения чрезвычайных ситуаций и в отделе оперативного планирования и мероприятий гражданской обороны, где также было сказано об оказании первой помощи в случае дорожно-транспортного происшествия. Здесь показано, как в случае ДТП, какой у нас есть инвентарь для того, чтобы извлечь человека, заблокированного в машине. Вы видите здесь гидравлические ножницы, то есть если человек застрял под машиной, это возможно эту машину поднять и вытащить. Вторым звеном изучения была пожарная часть. Ее представители рассказали о каждой детали пожарной машины. Это у нас разветвление пожарное. Сюда проходит магистральная линия в 77-м рековом и, соответственно, отсюда уже могут три ствола подавать на течение пожара. День открытых дверей в Министерстве чрезвычайных ситуаций прошел для студентов физкультурного отделения Хасавертовского педагогического колледжа весьма продуктивно. Один из них поделился своими впечатлениями о проведенном времени. Нас сегодня пригласили в МЧС, ознакомили нас с машинами, с их работой, показали, как оказывать первую помощь. Я бы хотел, чтобы было таких мероприятий побольше, потому что мы узнаем очень много нового. Сабина Аджиева, Ахмед Абакаров, информационная программа «Пульс».